День Города Или местного самоуправления Завершено расследование резонансной стрельбы у площади Театральной Дело по статье «Покушение на убийство» уже направлено в суд Служебный подлог ущерба государству составил 2 миллиона рублей Схема обмана провернула глава администрации Семеновского сельского поселения Рязанского района Администрация города Рязани выиграла судебное разбирательство по концессии Водоканала Арбитражный суд Рязанской области отказал в удовлетворении иска ООО «РВК-центр» Напомню, организация просила признать постановление администрации Об отказе передать в концессию МП Водоканал города Рязани недействительным Губернатор Рязанской области Николай Любимов прокомментировал решение суда Водоканал – стратегически важный объект Как правило, собственный хочет получить как можно больше прибыли, вкладывая минимальные средства Поэтому я против концессии По моему мнению, Водоканал не является убыточным Там есть чистая прибыль Город может сам справиться с развитием предприятия Арбитражный суд не удовлетворил иск к администрации города Рязани По концессии Рязанского Водоканала Это предприятие стратегически важный для Рязани объект От которого напрямую зависит жизнеобеспечение областного центра И оно, конечно, это предприятие должно работать эффективно Качественное и бесперебойное водоснабжение, водоотведение Это главная задача, на которой работают Или во всяком случае должны работать сотрудники Водоканала Во время заседания правительства Николай Любимов отметил, что прямой диалог с гражданами нужно только укреплять Говоря о результатах прямой линии президента Российской Федерации И важности активизации взаимодействия с людьми всех уровней власти По словам губернатора, во время эфира 30 июня текущего года Обращения от жителей Рязанской области президенту Российской Федерации не прозвучали Однако рязанцы накануне прямой линии проявили большую активность Прежде всего в социальных сетях Люди обозначали самые разные темы Это и экология, и улучшение инфраструктуры, и ремонт дорог, и газификация Ну вот, например, жители села Чуфилово Клепиковского района записали видеообращение президенту С просьбой обратить внимание на автодорогу Тума, Малахова, Колесникова, Акулова Могу сказать, что не дожидаясь прямой линии поручений соответствующих Мы взяли в работу все вопросы По некоторым этим вопросам уже есть конкретные решения Запланировано финансирование Кроме этого, губернатор Николай Любимов дал поручение Министерству финансов Рязанской области Совместно с Министерством образования и молодежной политики региона Оперативно проработать вопрос выделения муниципальным образованием Дополнительных средств на проведение ремонта в дошкольных образовательных учреждениях Олеся Катрувская, телекомпания «Город» Авария с трактором, которым управляли без водительского удостоверения 7000 нарушений ПДД Это сводка происшествий за минувшие сутки С подробностями Валерий Седов За рулем трактора, который теперь разломанно и лежит на обочине Был человек без прав Да и на самой технике не было государственных регистрационных знаков, то есть номеров По предварительной версии, именно водитель трактора и стал виновником аварии Выезжая со второстепенной дороги, не предоставила преимущества И совершила столкновение с двигавшимся по главной дороге автомобилем МАЗ с полуприцепом Управлял которым 51-летний мужчина От удара бревна с полуприцепа автомобиля МАЗ Упали на проезжающий мимо автомобиль Нива, которым управлял 68-летний водитель В результате дорожно-транспортного происшествия, женщина, водитель трактора Получила травмы, несовместимые с жизнью и скончалась на месте дорожной аварии Еще одна авария с грузовым автомобилем произошла 5 июля в Михайловском районе Водитель автомобиля МАЗ не выбрал оптимальную скорость движения, а говоря иначе разогнался Из-за чего и совершил наезд на пешехода Последний, кстати, решил перейти дорогу вне перехода Исход печальный, пешеход погиб Сейчас по факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего На территории Рязанской области выявлено 31 нарушение правил дорожного движения пешеходами 75 нарушений, связанных с управлением тонированными транспортными средствами 14 водителей управляли транспортными средствами без водительского удостоверения Также присущено 5 нарушений перевозки детей 19 нарушений совершены водителями мототранспортных средств Всего в области зарегистрировано больше 20 аварий, в 6 из которых погибли и пострадали люди Инспекторы ГИБДД выявили свыше 7 тысяч нарушений правил дорожного движения Среди них управление транспортным средством в состоянии опьянения Таких было 8 человек Валерий Седов, телекомпания «Город» Московским межрайонным следственным отделом Рязани Завершено расследование резонансной стрельбы у площади Театральной В результате которой увечья получили выходцы из Средней Азии Дело по статье «Покушение на убийство» уже направлено в суд По версии следствия, по льбу на одной из центральных улиц нашего города Спровоцировала словесная перепалка Максим Васильев далее Июль прошлого года. Раннее утро. Район Театральной площади Двое прохожих что-то говорят двум приезжим На видео с камер наблюдения самое начало конфликта Позже тишину разрезают пистолетные выстрелы В одного из пострадавших простреляна голова По камерам слежения оперативники быстро вычисляют участников потасовки Вот только на следственном эксперименте стрелок выдвигает свою версию произошедшего Мол, стрелял из травмата, обороняясь, да и вообще в сторону Сделал выстрел В ходе чего он... С какой целью вы сделали выстрел? Отточение конфликта Почему в направлении человека, а не в земле, в направлении земли, в воздух? Я не бью... Доказательств и без этого у следствия предостаточно Включая опознание Так что реальную картину следователи восстановили достаточно четко Пловесный конфликт быстро перерос в драку Двое граждан Узбекистана В данном случае попытались Соответственно оказать хотя бы сопротивление Потому что действия явно наших фигурантов были агрессивные В ходе потасовки один из них, в данном случае наш обвиняемый Достал имевшийся при нем, который он с собой проносил и в клуб Травматический пистолет С данным травматическим пистолетом он произвел выстрел в голову Одного из, соответственно, оппонентов в драке Причинив ему тяжелые телесные повреждения От которых тот потерял сознание и упал на месте Второй его товарищ из Узбекистана, соответственно, скрылся, опасаясь расправы Наш фигурант, соответственно, благополучно убрал пистолет И вместе с своим родственником покинул место происшествия По статье «Покушение на убийство» фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы Впрочем, смягчающее вино обстоятельства в деле тоже есть Как и отягчающее Максим Васильев, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город» Глава администрации Семеновского сельского поселения Рязанского района обвиняют в служебном подлоге Ущерб государству составил 2 миллиона рублей Как чиновница провернула схему обмана, расскажем далее Подписала акт и зная, что условия работ не выполнены В этом обвиняют главу Семеновского сельского поселения Рязанского района Об этом сообщает Интерфакс Ссылка на региональную прислужбу Следственного управления Следственного комитета России По обвинению в служебном подлоге чиновник предстанет перед судом Вот что выяснило следствие В 2020 году из разных уровней бюджета сельскому поселению выделили 32 миллиона рублей Деньги предназначались для строительства Дома культуры В рамках реализации сразу двух проектов Национального, который называется «Культура» И государственной программы «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов» По данным следствия, в июне 2020 года обвиняемый, искусственно завышая показатели своей деятельности Достоверно зная, что часть предусмотренных муниципальным контрактом работ по строительству Дома культуры На сумму более 1 миллиона рублей фактически не выполнена Подписал акт о приемке работ, содержащий заведомо ложные сведения о том, что работа выполнена в полном объеме Сотрудники следствия собрали достаточную доказательную базу Уголовное дело о служебном подлоге чиновника с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Он обвиняется в служебном подлоге Уголовному кодексу Российской Федерации наказание за совершение указанного преступления предусмотрено вплоть до 4 лет лишения свободы Служебный подлог, взяточничество, коммерческий подкуп Для Рязани эти уголовные дела не уникальные Всего за 2020 год следственные подразделения управления поступило 156 сообщений о преступлениях коррупционной направленности Хорошая новость, если ее можно так назвать, заключается в том, что это на 20% меньше, чем в 2019 Остается ждать, что покажет статистика за год текущий Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город» Еще 29 июня вступил в силу закон о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости В чем он заключается и как он будет работать, разъяснили в кадастровой палате О какой недвижимости идет речь? В кадастровой палате разъяснили, что права, на которую возникли до вступления в 1998 году нового порядка ее регистрации Известно, что несмотря на отсутствие госрегистрации, права на такие объекты признаются юридически действительными Тем не менее, из-за отсутствия в документах тех лет полных сведений о правообладателях, позволяющих однозначно определить владельца, например, паспортных данных, в едином госреестре недвижимости их также не хватает Закон 518 ФЗ будет способствовать реализации комплексного плана по наполнению сведениями Единого государственного реестра недвижимости, который Росреестр реализует совместно с региональными органами исполнительной власти Основными целями принятия закона являются формирование актуальной информации о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости и вовлечение в налоговый оборот данных объектов Необходимость информации о правообладателях возникает, к примеру, при возмещении убытков, при ограничении прав на землю, при изъятии земельного участка для государственного или муниципальных нужд, согласование местоположения границ земельных участков Пополнением информации в Единый государственный реестр недвижимости займутся органы власти или местного самоуправления Никаких действий со стороны владельцев тех или иных строений и участков не требуется Наличие этих сведений в ЕГРН обеспечит защиту собственности при совершении сделок с недвижимостью Реализацию инвестиционных проектов позволит включить в оборот неиспользуемые объекты недвижимости что в свою очередь положительно скажется на наполняемости бюджета региона Качество и полнота данных ЕГРН существенным образом оказывают влияние на инвестиционную, экономическую и социальную составляющую любого региона В значительной степени влияют на формирование консолидированных бюджетов регионов по имущественным налогам и сборам Муниципалитеты самостоятельно проанализируют сведения в своих архивах Запросят информацию в налоговых органах, пенсионном фонде, ЗАГСах Когда собственник будет определен, его проинформируют по электронной почте Сведения в Росреестр муниципалитеты направят самостоятельно Также закон предполагает возможность снятия с кадастрового учета прекративших существование зданий и сооружений Это будут делать на основании акта осмотра объекта без привлечения кадастрового инженера Никаких санкций или штрафов для владельцев ранее учтенных объектов недвижимости не предполагается Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город» На сегодня это все Еще больше информации вы сможете увидеть на нашем сайте город62.тв Всего хорошего и до встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова